Всем привет, друзья! В основном, друзья-автолюбители. В общем, у меня ещё новости небольшие. Может быть, вы уже тоже в курсе них. Но я вот, как обычно, в бронетанке, я узнаю о них немножко уже не своевременно. Дело в том, что моей машине в этом году исполняется два года. И я что-то подумала, мне же делать страховку скоро. Надо ли мне делать диагностическую карту, то есть техосмотр проходить. Оказывается, нет. Да. Все машины новые, не старше четырёх лет, не требуется им проходить техосмотр. То есть четыре года, и только после этого делается техосмотр. При этом диагностическая карта делается как? То есть после четырёх лет, то есть автомобиль старше четырёх лет, диагностическая карта делается на два года, если машина не старше десяти лет. То есть четыре года проходит, делаем техосмотр, и потом шесть лет машине, снова делаем техосмотр, И потом 8 лет машине снова делаем техосмотр, а вот уже с 2010 года, когда машине 10 лет, соответственно, исполняется, уже нужно проходить техосмотр каждый год. При этом до этого года, насколько я знаю, потому что до этого водила автомобиль почти 8 лет бэушный, при покупке ОСАГО, то есть при продлении страховки или при регистрации страховки, нужно было обязательно наличие диагностической карты. Так вот, в 2022 году ОСАГО это стало отдельный продукт, при этом диагностическую карту иметь не обязательно, но с небольшой помаркой. Если при ДТП страховая увидит, что была неисправность по причине несвоевременного обслуживания или при какой-то неисправности в автомобиле, и отсутствует диагностическая карта, то она может просто вам отказать в выплате страховой премии при наступлении вот такого страхового случая. На этом как бы всё. Я, честно, до этого момента не знала о том, что теперь диагностическая карта не обязательно. А вот касаемо ОСАГО, да, вот уже предыдущие изменения, что она подорожала, я освещала в предыдущем ролике. Может быть, кому-то было полезно. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok